Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И продолжая разговор о послании апостола Павла к Эфесиным, мы обратимся сейчас к пятой главе. В пятой главе, вернее в той части послания, которая попала в пятую главу, апостол продолжает тот разговор, который был им начат несколькими строками выше, о том, что значит на практике жить во Христе, о том, что значит на практике действительно облечься в нового человека, стать другим. Мы говорили, глядя на четвертую главу, что для апостола, собственно, сначала мы призваны действительно стать учениками Христа, его друзьями, и затем меняется и наша жизнь, и то, как мы поступаем в этой нашей жизни. И в пятой главе вот апостол еще несколько конкретных направлений того, о чем следует христианам думать в своей жизни, что в ней должно, может быть, в первую очередь, раньше, чем что-то другое, меняться под действием славы Божьей. Вот он говорит, это первые два стиха пятой главы, подражайте Богу, как чадо возлюбленное, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас. На самом деле это очень непростая вещь, потому что что, собственно, означают слова «подражайте Богу», в чем мы можем Богу подражать? Явно ведь речь не идет о том, чтобы мы подражали Богу в сотворении Вселенной. Скорее всего, это нам не под силу. Едва ли апостол имеет в виду, чтобы мы подражали Богу в том, как Бог повелевает стихиями? Тоже, наверное, это не под силу человеческой личности никакой. И дальше вот он поэтому и уточняет «живите в любви, как Христос возлюбил вас». Вот что с его точки зрения означает «подражайте Богу». Жить в любви к ближнему – это и есть подражание Христу. Вот апостол говорит, как Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношении жертву Богу. Вот так он предлагает своим читателям предавать себя друг за друга, жить в любви, жить в милости и прощении. Вот что для него означает «подражайте Богу». Дальше в следующих нескольких стихах он снова обращает внимание на то, чем мы озабочены, чем мы двигаемся, что выходит из нас в окружающий мир. Поэтому говорит он и о блуде и всякой нечистоте, о жадности и о сквернословии. Все это, в общем, довольно очевидные вещи. А дальше, продолжая этот разговор, апостол говорит, не будьте сообщниками тьмы. Вы сами, говорит он, некогда были тьмой, а теперь свет в Господе, поступайте как чадо света. И мне кажется, для нас важно увидеть, что апостол совершенно не предлагает им вообще забыть все, чем они были, отвергнуть. Он говорит, да, вы вот некогда были такими, были некогда тьмой. Но теперь, вот в этот момент нашей жизни, в вашей жизни, говорит апостол, обращаясь к читателям, вы свет в Господе, так и поступайте. Это на самом деле важная для апостола Павла мысль, которую он по-разному формулирует в разных местах своих писем, что вот сегодня, сегодня мы услышали Бога, сегодня что-то мы поняли, и сегодня призваны жить этим своим пониманием. До чего вы достигли, так и должны мыслить, и по тому правилу жить, как он пишет филиппийцам. И вот здесь он говорит, сегодня вы свет в Господе, поступайте как чадо света, «Испытывайте, что благоугодно Богу». Знаете, я думаю, что для нас очень важно обратить внимание на этот очень коротенький стих, собственно, всего четыре слова в русском переводе, «Испытывайте, что благоугодно Богу», потому что мы с очень большой легкостью по каким-то, видимо, психологическим причинам, знаете, впадаем в такой своеобразный комсомольский задор. И думаем, что вот все, что бывает на белом свете, все, что разные люди делают, надеясь тем самым прославить Бога и угодить ему, все это должно непременно нами тоже совершаться. Если мы видим, что кто-то какие-то там чудеса, благотворительность и служение бедным совершает, бросаемся немедленно делать то же самое, делая из себя, товарища, как это, с товарища Дзержинского. Или если мы видим, что кто-то совершает какие-нибудь другие подвиги аскетические, то же мы бросаемся это делать, не задумываясь о том, является ли это нашим призванием. Вначале, в первой половине послания, апостол говорил о том, что мы все очень-очень разные, и призвание, и служение перед Богом у нас разные. И вот здесь он снова повторяет то же самое. Испытывайте, что благоугодно Богу. Не делайте что-то только потому, что вам это понравилось, только потому, что вы впечатлились тому тем, как другие люди, с которых вы хотите брать пример, прославляют Бога в своей жизни. То, что есть люди замечательные, которые совершают подвиги и прославляют тем самым Бога, это прекрасно. Но это не значит автоматически, что каждый из нас призван именно таким путем идти. Тем более, что если мы сегодня узнали об одном примере, последовали ему, завтра узнали о другом, последовали ему, потом третьем и так далее, то и будем колебаться, как генеральная линия партии. Для апостола очень важно подчеркнуть, что есть некоторые общие руководящие какие-то вещи, линии. И в основном для него это жить в любви, как Христос возлюбил нас. А про все остальное, про то, как конкретно в твоей жизни, в твоей работе, в твоих отношениях с людьми это должно выражаться, испытывайте, что благоугодно Богу. То есть он предлагает своим читателям задавать Богу вопрос, что тебе угодно, чтобы я делал вот на этом этапе своей жизни. И ждать действительно ответа от Бога. Это на самом деле очень серьезная вещь, без которой все наши попытки жить благочестивой жизнью превращаются, ну, в общем, в нечто прямо противоположное. Теперь апостол дальше говорит о том, что мы призваны действительно научиться наполнять сердце радостью. И в качестве примера он приводит, ну, такую, в общем, не слишком симпатичную вещь, как винопитие. Говорит о том, что ну не напивайтесь, потому что вся вот там временная эйфория, которую человек может достигнуть такими химическими средствами, она на самом деле ничто. А вместо этого, предлагает апостол, наполняйтесь духом. Для него это очень важная вещь, потому что он очень различает какие-то временные эмоциональные состояния и то, что происходит в нашей жизни, когда мы действительно наполняемся духом. И вот поэтому он предлагает петь, воспевать в сердцах наших Господа, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Христа. Благодаря всегда Бога и Отца. И тоже это чрезвычайно серьезная вещь, которую читатель часто, особенно современный, просто пролистывает, не обращая на нее должного внимания. Для апостола все-таки переживание номер один, которое он предлагает своему читателю – это благодарность Богу. Отсюда все начинается. Все остальное – и наши молитвы, и мудрость, и печаль о грехах, и все-все остальное – строится вокруг этого стержня – благодарность Богу во имя Христа. И согласитесь, что это весьма практическое указание, которое мы можем исполнять буквально каждый день в своей жизни. Ну и с 21 стиха начинается еще одна важная для апостола и для его читателей тема, которая на практике в нашем, так сказать, стереотипном сознании не просто преломилась, а я бы сказал, сильно поломалась. Вот смотрите, апостол говорит, «Наполняйтесь духом, благодарите Отца Небесного во имя Христа, пойте Богу». И следующий пункт, который у него вытекает из предыдущего – конечно, новая жизнь. И поэтому он говорит «повинуясь друг другу в страхе Божьем». Удивительные, поразительные слова, потому что апостол, как, в общем, и все мы, живет в иерархическом обществе и даже гораздо более иерархическом, чем мы сегодня. И там очень точно все знают, кто кому должен повиноваться. И, в общем, я бы сказал, что стремление к власти, к тому, чтобы тебе повиновались в тех или иных вопросах, считается вещью вполне естественной. И да, действительно, это то, что мы называем с вами любоначалием, вещь очень естественная, которая действовала на протяжении всех тех миллионов лет, в течение которых эволюционировали наши предки. Да, это заложено в плоти, заложено в природе. Да, и вот апостол предлагает совершенно другую картину. Повинуясь друг другу в страхе Божьем. Ровно так же, как сам Господь говорит своим ученикам, вы знаете, что князья народов господствуют над ними, между вами да не будет так. А как должно быть между учениками Христа? Вот Павел говорит, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Казалось бы, ну, если кто-то кому-то повинуется в стереотипных представлениях его эпохи и его читателей, то один выше, другой ниже. И наоборот быть не может. Ну, если это, конечно, не праздник Сатурналей в Риме, ну, Павел не в Рим пишет в данном случае. Вот, но он предлагает каждому из нас почитать другого более важным себя, почитать друг друга большими себя, понимаете? Вот и это совершенно меняет вообще всю нашу жизнь. Павел на самом деле категорически не принимает отношений подчинения, отношений господства. Он вообще советует своим читателям не смотреть на то, кто тебе повинуется, а думать о том, что вот есть рядом с тобой люди, которые нуждаются в твоей помощи, в том, чтобы ты служил им. Вот, собственно, что означает «повинуйтесь друг другу в страхе Божьем», в том, чтобы служить ближнему, облегчая ему жизнь. Это совершенно неожиданная и новая позиция. И, в общем, по совести сказать, она для нас такая же, почти такая же новая, как и для читателя апостола Павла. Что для нас будет означать «повинуясь друг другу в страхе Божьем»? Это вовсе не показное стремление уничижить себя, тихо встать в уголке. Нет, это значит видеть, в чем нуждаются твои ближние, что они делают, что они ожидали бы от тебя, какой помощи и делать это. Вот, не обращая внимания на, так сказать, какие-то призраки иерархических отношений между нами, Павел совершенно не имеет в виду, что между его читателями должны быть такие иерархические отношения. Вот, а дальше он конкретизирует. Дальше он конкретизирует. И здесь следует текст, который как раз вот мы с очень большим трудом можем правильно интерпретировать. Павел говорит, «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как Христос глава церкви». Ну, я думаю, многие знают, что это читается на венчании, и эти слова были положены в основу всяких совершенно удивительных нелепостей. Нелепостей вроде домостроя. Понимаете? Потому что обычно после слов «Жены, повинуйтесь своим мужьям» наши уши, особенно мужские, затыкаются, и мы уже дальше не слушаем. Мы думаем, что женщины там должны, значит, вот ходить в полусогнутом состоянии и слушать любую бредятину, которую муж будет нести, да, и исполнять ее независимо от чего. И про то, по поводу того, как, значит, это надо делать, написаны бесчисленные тома, которые, повторяю, к тексту Священного Писания отношения не имеют решительно никакого. Во-первых, Павел говорит «повинуйтесь мужьям своим, как к Господу». А мы знаем, что Господь – это тот, кто никогда не нарушает чужую свободу. Поэтому наши попытки нарушать чужую свободу, кстати, в обе стороны, не только со стороны мужчин, но и со стороны женщин. Да, это нечто совершенно к Господу не имеющее отношения. И повиноваться этому, как к Господу, решительно невозможно. Не об этом идет речь. И дальше Павел говорит, потому что муж есть глава жены, тоже это мы еще слышим и думаем, что тем самым обосновывается наше мужское право командовать. А Павел говорит «как Христос глава церкви». А Христос не командует. Не командует. Дальше Павел рассказывает, что имеется в виду. Любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и отдал себя за нее. Понимаете, вот какая штука. Господь служит своим ученикам, омывают им ноги, нисколько не командуя. Нисколько не командуя. От него исходит, знаете ли, вдохновение, как веяние Духа Святого, но никогда не власть и подавление. И это очень важная вещь. Повторяю, в истории христианской церкви с этим отрывком, конечно, очень в течение многих столетий было все трудно. Апостол именно на этом делает акцент. Любите своих жен. Так должны мужья любить своих жен, как самих себя. Как самих себя. И дальше Павел обращается к Ветхому Завету и говорит, потому оставит человек отца своего и матери, прилепится к жене своей, и будут двое одноплоть. Он вслед за Ветхим Заветом, и, кстати, вслед за Господом Иисусом, который цитирует то же самое место, как мы с вами помним. Вот апостол предлагает увидеть мужа и жену как единое целое, как единое существо, в котором одно без другого неполноценно. Неполноценно. Это для него еще одно свидетельство того, что здесь нет места для командования иерархии подчинения. Повиновение, о котором Павел говорит, это вот такое добровольное служение другому. Точно так же, как в предыдущем стихе, повинуйтесь друг другу в страхе Божьем. На самом деле, это ведь тоже может отлично быть отнесено и к мужьям, и к женам. Если жены повинуются своим мужьям, и все вы повинуетесь друг другу в страхе Божьем, то ведь, наверное, и наоборот тоже. Понимаете, в эпоху апостола очень важно было все-таки, особенно в той культурной среде, к которой она обращается, очень важно было понять для людей, что женщина тоже человек, и через нее тоже голос Божий может доноситься. Вот видеть другого, знать, что мы соединены в какое-то единое целое, и одно без другого невозможно, и поэтому повиноваться, прислушиваться, нуждаться в друг друге, заботиться друг о друге. Вот, собственно, картина, которую пытается здесь изобразить Павел. И поэтому он говорит, каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа. Снова он не предлагает женщину в качестве запоротой собачки, скулящей от ужаса в углу. Конечно же, точно так же, как выше было сказано о повиновении друг другу в страхе Божьем, апостол имеет в виду вот такой, я бы сказал, благоговейный трепет, благоговейный трепет по отношению друг к другу. Не только жен по отношению к мужьям, но и мужей к женам. И что действительно тоже очень важно, умение видеть другого человека, признавать его за человека, знать, что у него есть сердце, личность, внутренняя жизнь какая-то, и относиться к этому с благоговением. Вот что эти последние слова означают. Мне кажется, очень важно нам над этим думать, особенно сегодня, потому что, ну, в общем, история показала, что все вот эти вот домостроевские попытки толковать это дело ни к чему хорошему не приводят, а нового своего от Бога услышанного понимания, ну, в общем, на мой взгляд, пока в нас нет. Поэтому это одно из самых важных мест в послании, над которым нам следует размышлять. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok